МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации, телерадо компании Гомель, студии Маргариты Шибукова, добрые ранницы. На Гомельшине протягивается проведение сходов уполноваженных по влучшению делегатов 5-го Усебелорусского народного схода. Кандидатуры удельников форума напереды дни назвали областным центры. Какие пожадания выказывают уполноваженные, что пропонуют сами делегаты, ведая Олег Сентяров. 350 минавитостоки делегатов представить Гомельскую область на 5-м Усебелорусском народном сходе. В представительство непосредственно 90 человек. Их кандидатуры повинны назвать им тысячи уполноваженных от всех працанных коллективов города. Простовники органов улада и предприемств, деячие науки и культуры, работники сферы охоты здоровья и специалисты научных установ на Усебелорусский народный сход вылучаются делегаты от всех сфер народной господарки. Такое представительство отлумачивается необходностью обмеркования ведьми широкого кола пытанью. И перш за все, необходимо подвести выники развития краины за последние 5 годов и вызначить планы на новую пятигодку. Уже все это необходимо передолить негативные заявы у экономицы, в связи с чем, вельми верогодно, спотребится певная корректива деячего законодавства у тымнику для предприемств-экспортеров. А может быть рассмотреть какие-то вопросы именно касающиеся наших белорусских предприятий? Возможно ли для нас какие-то программы, которые позволили бы нам представлять свою промышленность более на благоприятном рынке? За минулую пятигодку в Беларуси створены неодренный подмурок для дальнейшего развития. Непосредственно в Гомеле в этот период означалася становшая динамика работы промыслового комплекса. Выраблена продукция больше как на 140 триллионов рублей. Экспорт поэлежився на 85% и досягнул 12 миллиардов долларов. Разом с этим есть проблемы, которые не выращаются протяглый час. Одну из их – у послания белорусскому народу и национальному сходу, а гучу президент Краины. Необходно навести парадок в медицине и перш за все – зарабить больше эффективную работу поликлиник. Сегодня для этого есть усе макшимости. За счет электронного рецепта, за счет электронной карты амбулаторного больного, ну и за счет теперь же информационной системы настолько развитые, что и по скайпу можно получить какую-то консультацию от врача, не сидеть в очереди в поликлинике. У историчном масштабе пять годов невеликое мгнение, але и за такий час можно узмацнить краину и разбурить ее в рашении пятого Всебелорусского народного схода вызначить курс социально-экономичного развития державы на ближайшую пятигодку, якими и они будут залежить от кожного делегата. От того, насколько взвешенно будут приниматься решения на собрании, зависит напрямую, зависит во многом, и то, какими темпами, как будет развиваться наша страна и по каким направлениям. Александр Тюров, Валерий Копанько, телерадокомпания «Гомель». Протягиваем выпуск. У Светлогорску организуют вытворшись вискозного штапельного волокна. У «Гомеля» будут рабить перфорированные металличные листы. Это только малая часка договора и погоднению об супрационнистве, які будут подписаны с белорусскими и замежными инвесторами по час 13-го «Гомельского экономичного форума». Гитый форум, не глядяши на агульное, не просто экономичное становище, обьяцая быть самым масштабным, яка значили у Комитете экономики, бизнесмены зараз шукают новые рынки и шляхи перепрофилирования тимодернизации предприемствов. У делу в «Гомельском экономичном форуме» примуть больше за 600 человек, а май с 30 краин света. Ранее агульная колькость у денег удосягала 500. Рекорд будет поставлен и по делу замежных партнеров. До того же першиню цикавость до форума выказали Аустры, Ирланды, Кыргызстан, Узбекистан и Хорватия. У нас будет принимать впервые участие две очень крупные делегации. Одна из Чехии, 55 человек. Среди них 35 – это бизнесмены, заинтересованные в экономическом сотрудничестве с Гомельской областью. И возглавлять эту делегацию будет министр промышленности и торговли Чехии, Младык Яну. И вторая делегация тоже у нас такой крупной никогда не была. Это международные диаспоры белорусов. Приедет в Гомеле делегация сирийской провинции Хомс, у якой знаходится знакомитая Пальмира. Простойники этой территории выказали готовность не только до подписания погоднения об сябровстве и супрацовнестве, а и до работы с нашими будовничными организациями. Основный акцент, як и ранее, будет сделан на промысловость. Дякую, что по передним форумам у экономика региона было притягнуто больше 1,5 миллиарда долларов. Зараз 11 подписанных подчас пленарного посяжения договора и погоднению дадут яше 300 миллионов. Очень интересный проект с Российской Федерацией будет. Это строительство и создание системы регистрации транспортных средств и обустройства границы нашей с Украиной. То есть это упростит и проезд, ускорит, и все будет автоматизировано. Усяго Гомель подрихтовал для инвесторов около 150 пропанов, больше зазвести участков, утымлику для организации вытворчасти и амаль 150 объектов нерухомости. Засталося только заховать добрую традицию по передних форуму и максимально зацікавить инвесторов. Вольга Вальченко, Игорь Марышченко, Телерадио, компания Гомель. Цекавость до 13-го Гомельского экономического форума выказываются удельники Международного чемпионата молодцы и предпринимательства, який почався в областном центре. Свои бизнес-проекты сюда привезли около 150 человек из Беларуси, России и Украины. Сярод удельников и членов журы чемпионата – предпринимательники, студенты и выкладчики. Минавито для их и были проведены первые мероприемства – майстер-классы, деловые гульни и круглые столы. Основная тема – выучение лепшего соцветного опыта у сферы бизнес-эдукации и практика, ориентованное навучание молодцы. Это вогуле одна из главных задач Международного чемпионата молодцы и предпринимательства, улучшение студентов до реальной практичной деятельности и выполнение ими только таких бизнес-распроцовок, которые будут запотребованы в разных галинах экономики. Сегодня открывается международная выстава «Вясна» у Гомели. В этом году она пройдет на новой пляцовце на территории универсального городского катка в микрорайоне Сонечный и прилегающих до его площадок. Как ждет, самая большая региональная экспозиция все лета сберет больше 300 удельников. Это 23 делегации из 12 краин света в тем лику России, Украины, Молдовы, Вьетнама. На стендах и на открытой пляцовце будут представлены сельско-господаршая техника, продукция харчовой промысловости и будовничея комплексов, споживецкие товары, туристичные послуги. По словах организаторов Угомельского отделения Белорусской гандлево-промысловой палаты, международная выстава «Вясна» у Гомели – реальный шанс для представников бизнеса продемонстрировать свои макшимости, знайти новых партнеров и провести диалог с органами республиканской и мясовой выканавшей улады. У Гомели отбылось ушановление коллектива у лепших предприемцев и организаций Центрального района. Все лета он признанный лепшим администрационным районом города и занесенный на областную дошку гонору. С этой нагоды переходит шестя к керавнику администрации района Андрею Горбашову урушил старшиня Гарвы Конкама Петр Киришенко. Предприемцы и организации Центрального района в минулом году выробили продукции на сумму свыше 3 трлн 200 млрд рублев. Значный прирост досягнутый по экспорте товару и послуг. Заработная плата повеличилась на 11%. Активно развивается и приватный сектор экономики. На территории района зарегистровано больше 4,5 тысяч юридичных особ и индивидуальных предпринимальников. Усех, кто досягнул добрых выников у своей працы за минулый год, отзначены дипломами. Поддержка людей, работающих, она всегда важна. Ну, как говорится, не хлебом единым жив человек. Поэтому признание труда, признание заслуг – это, я считаю, неотъемлемой частью нашей жизни. До инших тем. Сотни людей отгукнулись на заклик об допомозе двухгодовому матьфею Курбека. У хлопчика тяжкая природженная урологичная патология. На операцию потребует цивилизарная сумма, собрать якую самостоянно, батьки не в силах. Кап допомогшему, гэтым белорусские артысты дали у Гомельским ГЦК доброчный концерт. Про великую боротьбу маленького человека сюжет Ганны Ковалевой. Мацвейна родился 8 мая 2014 года. Малому одразу поставили диагноз экстрофия мочевого пузыра – тотальная эписпады. Гэта – наибольшь тяжкая природженная патология в аурологии. Уже на четвертый день життя хлопчик перанес первую операцию. Потом был тыдень у реанимации и зноу операционный стол. Зараз стоит пытание об третьей операции провести, якую готовые сербские врачи. Головное пирожкода на шляху до здоровья неподъемный для батьков кошт лечения – 12,5 тысяч евро. С самого начала было очень сложно. Было очень тяжело, очень трудно, потому что не осознавалась вообще сама ситуация. То есть как это, что вообще, что дальше делать, как это будет для ребенка. Он маленький еще, все-таки ребенку два года, вот только 8 числа исполнилось. Но, несмотря на это, вот я всегда к нему отношусь, что он такой большой мужчинка, потому что он все переносит стойко, никаких слез, никакой паники, истерики. Усаковику сербская клиника дала отказ, и маму Матьве выросла, что як бы там ни было, сберы потребную сумму. На чужую бяду пошали отвлекаться зусим незнаемые люди. За некольки месяцы удалось собрать 6,5 тысяч евро. Наблизить лишь, будто потребные, выросшили допомогшие белорусские артисты. В Гомельском городском центре культуры с этой нагоды отбылся доброчинный концерт. На сцену вышли удельники ведомых белорусских и замежных телепроектов, представники модельной сферы и многие иншие. Каждый раз, когда каким-то образом я слышу о том, что проходит благотворительный вечер, я всегда только за выступление, неважно в каком городе. Приехали сегодня из Минска, и для нас совершенно неважно, в каком бы городе такое мероприятие проходило. Мы всегда рады приложить как-то руку... Свою руку. Да, к мероприятию, вообще к сотворению какого-то добра, поэтому я считаю, что все должно получиться. У всех это и люди у этот вечер выступали бесплатно. Гроши от продажи квитков будут перелечены на доброчинный рахунок Матвея. До речи у себя за некольких годин удалось собрать омаль тысячу евро. Операция отбудется 6-го вересня этого года. Напереде еще некольких месяцев, а это значит, у маленького Матеши есть все шансы стать здоровым. Да помочь детям, можете и вы, перелечивши гроши на рахунок, який зараз бачите на своих экранах. Я не ожидала, что можно встретить вообще вот таких, настолько таких людей, которые готовы так помогать. Хочу выразить большую благодарность всем, кто распечатывал, всем, кто помогал со всеми благотворительными концертами, акциями. Хочется именно каждого благодарить. Ганна Ковалева, Максим Славин, телерадио-компания «Гомель». Одразу два юбилея в одном концерте. Менавито таким шином Гомельская филармония вырошилась девить своих глядашоу. Десяти годзе продюсерского центра «Артбиз» и 75-ти годзе халунного песняра Беларуси Владимира Мулявина означали на сцене Гомельского областного драматичного театра. «Вау весь голос» – так называлась концертная программа. Убачить, я еда, вялось и нашим корреспондентам. Александр Дзюбянко пришел в продюсерский центр Гомельской филармонии ровно 10 годов тому. Это зараз юнкера уник Гурта Барнео, а тогда, в 2006 году, и не спадзявался на такий поспех. После сотрудничества с продюсерским центром мы стали плотно выступать, ездить на разные конкурсы, фестивали международные. Это Еврофест, который проходит «Артборное Евровидение» в Беларуси. Это «Новая волна». Мы тоже участвовали в отборе, проходили до полуфинала. Также международный конкурс патриотической песни «Катюша». Мы в Россию ездили, где заняли первое место. А починалась Гомельская фабрика «Зорок» таким чином. Был задуман уникальный проект – знайсти новые имены и вывести их на великую сцену. Уже добровядомый и не экзабытый заклик «Алло, мы шукаем таленты» был почутый. Незличенное множество молодых людей пришли на кастинг у чаканни, что их раскрыть. Однако добиться поспеху и популярности на ниве эстрады сдолили немногие. Те, кто застался и пройшел кастинг, отримали махчимость почать работу с командой профессионалов, которую собрала в той час Ирина Пыркова. Изначально работа продюсерского центра строилась на базе оркестра, на базе нашего оркестра «Филармония». И под светлое имя оркестра мы привлекали молодые таланты со всей области, которые могли бы попробовать себе на сцене с нашим эстрадосимфоническим оркестром поработать. Тогда был целый проект «Молодые таланты Гомельщины». Теперь есть гонор за поспех, який был просто ошеломляльным. Юные артысты – у дельники шматляких международных и республиканских конкурсов. Продюсерский центр выгодовал уже немало популярных артыстов, які супрацовничают с ним и сёння. Гэта – сапраудный островок творчасти, який сбирая под своим дахом молодых и талиновитых. На сегодняшний день за последние два года это более 50 дипломов лауреатов на один только продюсерский центр. Я считаю, что это достаточное количество. На 2016 году у продюсерского центра и ягу артыстов велизарная колькость планов и задумок. Усё ж юбилейный год повинен быть особливым. И один из первых подарунков – гэта святочный концерт артыста у продюсерского центра «Артбиз», прысвеченный творчасти народных артыста СССР и Беларуси у Владимира Мулявина. Ганаровым гостем импрэзы стал песняр первого составу «Виа песняры» Леонид Барткевич. Творчество Мулявина, творчество песняров, как уже все говорят, что это классика. И очень прекрасно, что наша молодёжь, молодые детки начинают петь вот эти песни, потому что это было, в принципе, и начиналось для пропаганды белорусской народной песни и вообще белорусских поэтов, потому что у нас наша Родина прекрасная. Она, мы самые, как бы, вот по данным учёных даже, историков, самые славянские, самые чистые. Людмила Чарнецкая, Олеся Рудянкова, Игорь Марышченко, Дмитрий Радзянко, телерадиокампания «Гомель». И на этом поколюсеоза развитём подействие по наших выпусках. А я с вами развитуюся. До поважения. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Субтитры подогнал «Симон»